В еврейской традиции есть представление о добром и зловом началах, живущих в каждом человеке. Но что говорит об этом Священное Писание, то есть Танах и Новый Завет? Самое краткое и емкое высказывание о том, что представляет собой человек, мы находим в Нагорной проповеди Ишо. Он говорит, вы, будучи злы, умеете дары добрые давать вашим детям. Здесь два утверждения в этих словах. Первое, он говорит, вы, будучи злы. Обратите внимание, он не говорит, что вы, будучи смесью доброго и злого начал. Нет, это радикально и жестко, но это слова Ишо. Вы злые. Человек-существо злое, говорит он. Второе утверждение. Несмотря на то, что человек является существом злым, человек способен делать добро. Человек способен в каких-то ситуациях поступать по-доброму. Мессия Ишо также принадлежит настолько же радикальное высказывание о добре. Однажды к нему пришел один человек и сказал ему, добрый раби, добрый учитель. Что мне нужно делать для того, чтобы приобрести жизнь вечную? Если бы на месте Ишо были мы, то мы бы сразу выпалили ответ. Ну как, приходит ко мне человек с таким вопросом? Такая находка, как упустить такую возможность? Но мы это мы, а Ишо это Ишо. И он прежде всего разбирается с одной ошибкой, которую он усматривает в самом вопросе. Поэтому он начинает свой ответ с такого предложения. Почему ты называешь меня добрым? Нет никого доброго, кроме Бога. В отличие от других, Ишо был безгрешным и он был самым настоящим человеком при этом. Он испытывал различные искушения, поскольку он был человек, у него были желания вполне легитимные. Однако он ни разу ни в чем не согрешил. И поэтому, когда его назвали не просто рабе, а добрый рабе, он в принципе вполне мог бы откликнуться на такое обращение к себе и перейти дальше к, собственно, ответу на вопрос по сути дела. Но он понимал, что в голове того искателя вечной жизни, который к нему с этим вопросом пришел, живет определенная иллюзия. И в первую очередь он хотел развеять эту иллюзию. Иллюзия это сегодня также сидит в головах очень многих людей, как религиозных, так и светских. Иллюзия о том, что человек это существо в принципе не такое уж однозначно злое по своей природе. То есть, что по природе мы, если уж не добрые существа, вот чисто добрые, то уж во всяком случае и не чисто злые. Что все-таки есть что-то чистое, хорошее, некое доброе начало, в общем, Ецаратов, то, что на еврите называется, и в иудаизме. В иудаизме также говорят о том, что в каждом еврее живет искра Мессии. Вот на этой идее и стоит, собственно, вся философия гуманизма, которая превозносит человека, человеческий потенциал, человеческие достижения, в том числе этот потенциал моральный и духовный. Если эту идею и эту философию принять, то тогда все наши проблемы объясняются очень просто. Дело в том, оказывается, что мы просто недостаточно серьезно относимся вот к этой вот смеси добра и зла, доброго и злого начала, которые есть в каждом из нас. То есть мы должны просто-напросто понять, что вот мы это представляем собой, вот такую смесь, что есть таки в нас некое доброе искр, некое доброе начало. И дальше нам нужно очень серьезно работать над тем, чтобы подавлять в себе злое начало и раздувать каким-то образом добрый огонек. Вот это вот тлеющее зло надо затаптывать, а на огонь добра направить такую мощную струю кислорода. И вот давай дальше гори-гори ясно, чтобы не погасло и не погаснет. И все будет хорошо у нас, если мы вот так будем жить, так будем думать и так будем себя вести. Кстати, где кислород-то взять, чтобы струю направить на пламень добра, который горит в нас? Ну, это уже, извините, лишний вопрос, скажут вам. Да, нет, ну то есть, понятно, так никто не скажет. Но тем не менее, где хотите, там берите. В собственной воле, в медитации на портрет Далай-Ламы, там, где угодно. Какая разница? В общем, в принципе, спасение утопающих — это дело рук самих утопающих, которые им вполне по силам. То есть любой барон Мюнхгаузен может вытащить сам себя за волосы. Ты просто в это поверь. У тебя все получится. Там трудно поверить, займись визуализацией. И тогда откроешь себе удивительные ресурсы веры и доброй энергетики. Одним словом, выйдешь на следующую ступень эволюции. Это, конечно, все бред, да, но он очень привлекательный. И на чем основывается вот эта идея? О добре, которое органически нам с вами присуще, то есть, которое является частью нашей природы. А я думаю, что одна из основ этой иллюзии — это те добрые дела, которые люди действительно делают. Мы с вами способны делать добро не только себе, но и ближнему. Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. И этот образ остается в нас, несмотря на нашу греховную или злую природу. Апостол Яков говорит, что одним и тем же языком мы благословляем Бога и проклинаем людей, сотворенных по его образу и подобию. То есть, он говорит о нас с вами, вот таких, какие мы есть сейчас, людях испорченных. Он говорит, что мы, с одной стороны, благословляем Бога, с другой стороны, мы в адрес людей, созданных, грешных людей, но созданных по образу и подобию Божьему, то есть, в которых все-таки этот образ и подобие Божьему остаются, хотя и в искаженном виде, мы проклинаем людей. Это с одной стороны. А с другой стороны, нам отчаянно хочется верить в лучшее, о самих себе. И поэтому, когда мы поднесли старушке тяжелую сумку или когда мы пожертвовали деньги на благотворительность, мы склонны делать из наших таких потрясающих успехов вывод о том, что и у нас есть сердце, а не только у таких редких отдельных личностей, как Рауль Валенберг или Мать Тереза. Однако, священное писание в этом вопросе, как и во многих других, расходится с популярными заблуждениями. Но как поверить нам с вами в то, что оно говорит нам о нашей природе? Несколько лет тому назад я нашел цитату из книги одного американского автора Чака Колсона. И особенно эта цитата, на мой взгляд, поучительно для нас, евреев. Колсон пишет об одном выпуске программы «60 минут», в Америке есть такая телепрограмма, которую вел некий Майк Уоллес. Программа была посвящена судебному процессу над главным архитектором Холокоста, нацистом Адольфом Эйхманом. И после войны Эйхман, как и многие другие нацисты, скрывался в Южной Америке, в Аргентине. В конце 50-х годов израильская внешняя разведка МОСАД там его выследила. И в 60-м году израильтяне похитили Эйхмана, а в 1961 году над ним состоялся судебный процесс в Иерусалиме, столице Израиля. И вот одним из свидетелей, дававших показания на этом судебном процессе против Эйхмана, был некий Ехиэль Динур, бывший узник нацистских концлагерей. И в Ютубе можно сейчас найти видеозапись, на которой видно, как Динур выступает в зале суда и затем теряет сознание и падает на пол. Просто вот коллапс у него, он обрушивается как мешок, как куль с мукой. Полностью теряет сознание, теряет силы, падает. Майк Уоллес, который вел эту программу 60 минут, спрашивает своего собеседника Динура, что он чувствовал, глядя на Эйхмана. Какие эмоции захлестили его перед тем, как он потерял сознание. Что это было? Ненависть, страх, ужасные воспоминания о пережитом. Динур ответил, что ничего подобного он в тот момент не испытывал. Произошло нечто другое. Он внезапно понял, что Эйхман был не каким-то богоподобным существом, или чудовищем, или демоноподобным существом. Он понял, что Эйхман был самым обыкновенным человеком. «Я испугался за себя», — сказал Уоллесу Динур. «Я увидел, что сам способен на это. Я в точности такой же, как он». Это его слова. Уоллес подвел итог своей программы такими словами. Эйхман живет в каждом из нас. О том же писала в своей книге «Банальность зла» израильская журналистка Ханна Аренд, присутствовавшая на том процессе. По ее мнению, Эйхман был не психопатологической личностью, а совершенно нормальным человеком, который просто хотел сделать свою работу хорошо, на совесть. Иначе говоря, он не стал таким, каким он стал в результате какого-то психологического заболевания, тяжелого детства, плохого воспитания или участия в черной мессе и прочем откровенном сатанизме. Нет, Эйхман был ужасающе нормальным человеком. Ужасающе, потому что невозможно думать без ужаса, по-моему, о том, что «окажись я на его месте, я повел бы себя точно так же». Вы не согласны. Вы думаете, что Динур был просто психически больным, а Аренд, она, наверное, была одной из тех израильских левых, которые ненавидят прежде всего самих себя, как евреев и как израильтян, а заодно и все человечество. Вы думаете, что мы, евреи, сделаны из другого теста? И уж во всяком случае, вы сами никогда бы в жизни не оказались бы на месте Эйхмана. Ну что ж, вот послушайте, что пишет в своей книге под названием «Ночь» Эли Визель, еврей, выживший в Холокосте. «Ночь» — это описание жизни евреев в нацистских концлагерях. Я прочитаю небольшой отрывок, послушайте. «Нас не кормили. Мы питались одним снегом, он заменял нам хлеб. Дни были похожи на ночи, а ночи оставляли в душах осадок темноты. Поезд двигался медленно, часто останавливался на несколько часов и снова трогался в путь. Снегопад не прекращался. Дни и ночи мы по-прежнему лежали, скорчившись друг на друге, не произнося ни слова. От нас остались лишь промерзшие тела. Не открывая глаз, мы только и ждали, что в следующей остановке, чтобы выбросить своих мертвых». Десять дней, десять ночей в пути. Нам случалось проезжать немецкие городки. Обычно очень ранним утром. Рабочие шли на работу. Они останавливались и провожали нас взглядом, не выражавшим особого удивления. Как-то во время такой остановки один рабочий достал из сумки кусок хлеба и кинул в вагон. Все разом бросились за куском. Десятки из голодавшихся людей дрались насмерть из-за нескольких хлебных крошек. Немецкие рабочие с интересом наблюдали эту картину. В вагоне, куда упал хлеб, началось настоящее сражение. Люди бросались друг на друга, топтали, царапали, кусали всех вокруг. Это были разъяренные хищники со звериной ненавистью в глазах. Ими овладела невероятная жажда жизни, заострившая их ногти и зубы. Вдоль поезда столпились рабочие и просто зеваки. Они явно никогда прежде не видели поездов с таким грузом. Скоро куски хлеба полетели во все вагоны. Зрители наблюдали, как эти живые скелеты убивают друг друга за укус хлеба. Один кусок упал и в наш вагон. Я решил, что не шевельнусь. И кроме того, я понимал, что у меня все равно не хватит сил, чтобы сражаться с десятками разъяренных людей. Неподалеку я заметил старика, двигавшегося на четвереньках. Он пытался выбраться из этой свалки. Он прижимал руку к сердцу. Сначала я подумал, что его ударили в грудь. Потом понял, что он прячет под курткой кусок хлеба. Он стремительно достал его и поднес ко рту. Его глаза загорелись. Улыбка, больше похожая на гримасу, осветила полумертвое лицо. И тут же погасла. Над ним нависла тень. Эта тень бросилась на него. Избитый, обезумевший от ударов старик, кричал. «Мейр! Мой маленький Мейр! Ты не узнаешь меня? Я твой отец! Ты делаешь мне больно! Ты убиваешь отца! У меня есть хлеб! И для тебя! Для тебя тоже!» Он повалился на пол, все еще сжимая в кулаке кусочек хлеба. Он хотел положить его в рот, но противник бросился и отнял его. Старик еще что-то пробормотал, захрипел и умер при всеобщем безразличии. Сын обыскал его, схватил кусок и стал его пожирать. Но и он не преуспел. Его заметили двое и поспешили к нему. Присоединились и другие. Когда они отошли, рядом со мной остались два мертвеца. Отец и сын. Мне было 15 лет. Конец цитаты. Вы скажете, а вот до чего нацисты довольгили людей. Знаете, что мне напоминает эта фраза? Жена, которую ты мне дал, она дала мне запретный плод. И я ел. Змея больстил меня. Нацисты не довели нас. Они создали условия, в которых наша звериная природа больше не смогла прятаться за маской воспитания и общественных приличий. Кстати, к чести Элли Визеля, нужно сказать, что он пишет о себе достаточно честно. И в других ситуациях выглядит нисколько не лучше остальных. Спасибо. Шалом. Следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis.media.tv